Вот она, краски, нахуй, вы в тюрьме в море. Список ЧП за эти выходные в край внушительный. Только на дорогах региона случилось десяток аварий. Так-то в Чехинском районе в результате лобового столкновения погиб мужчина. Двигаясь на автомобиле Hyundai Creta, он выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Sorento под управлением женщины 1984 года рождения. Работники экстренных служб извлекли пострадавшую из авто. А это лобовое произошло ночью 10 мая на дорожном участке после поворота на Бельмесева. Toyota Corona столкнулась с Камазом. По словам очевидцев, водитель легковушки был не трезв. Мужчину госпитализировали и направили на медицинское освидетельствование. Серьезное ДТП произошло вчера и на трассе Барнаул-Новосибирск. Вблизи села Луговое водитель Toyota Camry выехал на встречку, где столкнулся с BMW X6 и следующим за ним автомобилем Scania. Водителя и пассажира Toyota Camry госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются. А это Новоалтайск. Предварительно известно, что водитель иномарки не стал соблюдать очередность проезда и столкнулся с автомобилем Toyota Vista. В результате чего перевернулся и столкнулся со стоящим автомобилем. В аварии пострадали 4 человека. Одну женщину госпитализировали. Авторы этого видео считают, что на дорогах Барнаула стало страшно ездить. Много аварий случается по глупости и невнимательности. Как, например, ДТП на улице Юрина. А это мотоциклист встретился с самокатчиком на улице Шумакова. За минувшие выходные усложнилась обстановка и с пожарами. 10 мая в Бийске произошел пожар в здании ЦГБ. Возгорание случилось на шестом этаже в отделении терапии на площади около 10 квадратов. Его оперативно ликвидировали. Пожарные спасли более 40 человек. На месте происшествия работали 51 человек личного состава и 14 единиц техники. Причина случившегося устанавливается. Однако некоторым жителям края не удалось спастись от огненной стихии. Ее жертвами за выходные стали 5 человек. В селе Лосиха Косихинского района погибла пожилая женщина. В Рубцовске при пожаре в одной из квартир на Комсомольской обнаружены двое погибших. А в Барнауле в частном доме возгорание унесло жизни 30-летней женщины и ее 5-летней дочери. В связи с этим МЧС продолжает межведомственные рейды по обеспечению пожарной безопасности. С помощью облетов беспилотников просматриваются территории, а также проводятся беседы с жителями края. В случае нарушения требований пожарной безопасности будет составляться административный протокол по части 2 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, который предусматривает наказание от 10 до 20 тысяч рублей на граждан. Специалисты призывают жителей региона не сжигать мусор и сухую траву. И напоминают, от пожара может уберечь пожарный извещатель. Благодаря устройству за выходные удалось спасти 57 человек. Юлия Щепина. День с толка.